Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ, абсолютно правильно делаете. В эфирной студии ослепительная Александра Хайрулина. Роман Шахов и, конечно, пламенный вам привет всем, кто нас слушает и смотрит. У нас замечательный гость, как и обещали. Основатель проекта, добрый миллионер Станислав Ермилов. Привет. Стас, привет. Добрый день, ребят. Бизнесмен, Саш. И еще эксперт Комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, друзья, на минуточку. Очень интересный человек, но и уже, как понятно вам из представления, очень добрый, невероятно. В общем, поэтому Стас, конечно, оказался в нашей студии. Ну, давай, наверное, сразу начнем с твоего проекта «Добрый миллионер». Потому что это все-таки как бы наша такая главная интересная тема и очень полезная. Вот не всегда эти слова стоят рядом. Добрый и миллионер. Это, по-моему, первый раз. Как ты придумал это вообще? Добрый миллионер. Это, наверное, да, такой популярный вопрос. Добрый миллионер не совсем словосочетание. Ну, да, не самое привычное. Привычное для нашего общества, для русскоговорящего, так скажем. Этот проект придумал был в том году и успешно сейчас реализовывается. Это ты придумал? Да, это я придумал этот проект. И мы, я и моя команда, сейчас мы его... В общем, суть такая, что Австанав выбрал год, именно 2017-й, я так понимаю. Получается, да. Да? Для того, чтобы отдать в хорошие руки один миллион рублей. Но он не целиком отдается, а частями раздается. Это важно, друзья, за добрые дела. Какие, например? Построить сковоречник, например, да? Накормить бездомного животного. И вот самое свежее твое задание, которое ты указываешь у себя в Инстаграме, это сделать фотоснимок красивого цветения. Публиковать фотографию, да, весны. Какое-нибудь, да, весны вообще, как все видят. И нужно поставить правильные хэштеги под фотографиями. Какие называемые? Могу немножко прояснить еще по поводу миллиона и этого года. Мы начали этот проект в день благотворительности. И от этого дня отчитали год, поделили это на количество недель и сделали розыгрыши каждую неделю. За добрые дела я выплачиваю сумму миллион рублей в год, поделить на количество недель в году. Это и будет как раз сумма выигрыша, так скажем, за которую я мотивирую людей делать добрые поступки. И сейчас, да, вы правильно сказали, это последнее условие, это опубликовать фотографии. Мы чередуем сложность, так скажем, этих конкурсов для того, чтобы все-таки цель привлечь больше аудитории к добрым делам. Но когда, я обратил внимание, ставишь сложные задания, такие как что-то сделать, куда-то поехать к детям и так далее. Не любят у нас сложные задания. Мало, да. Все-таки по количеству аудитории видно, что меньше. А на фотке-то весной, это сейчас и получится. Фотки, конечно, легче, поэтому есть такая череда, чтобы сложно легче, сложно легче. И тем самым наращиваем аудиторию. Ну, в общем, давайте еще поясним все-таки. Вы делаете снимок, читаете на страничке в Инстаграме. В Инстаграме, да. Публикуете с хэштегом правильным фотку, выполняете четко задание. Добрый миллионер. И дальше, спустя какое-то время, случайным образом выбираются победители, которые получают. Или не случайным образом. Таким образом выбираются победители. Вот это случайный образ. Да. По принципу, ну, кому как повезет. То есть, да, выбор. Не, в принципе, нет каких-то определенных условий для... Они базовые. То есть, это опубликовать фотографию, поставить хэштеги, быть подписанным на аккаунт Ермилов Офицел. Это мой добрый миллионер он же. Все. Мы продолжим общаться со Станиславом Ермиловым. Друзья, вы пока фотографируете цветочки, пока фотографируете распускающиеся листочки, чистые или не очень ваши дворы, мы прервемся на музыкальную паузу. Телерадиоканал Странная ФМ и очень скоро продолжим общаться с нашим гостем. Так много дней, а может он один. А я, минуя сны, по следам идут твои. И вряд ли хватит слов, чтобы ты могла понять, как я боюсь найти и снова тебя терять. Я создал все и все разрушил сам. Я столько разбросал сообщения небесам. Пусть я не знаю ни о чем, пусть мы останемся вдвоем. Субтитры создавал DimaTorzok Я опять живу бесконечно долгий день. И мне теперь уже Нет смысла все менять. Я так хочу к тебе И просто хочу не знать. Не знать, что ты Инсомния моя. Не знать, что ты мой бред И живешь внутри меня. Пусть я не знаю ни о чем, Пусть мы останемся вдвоем Сном на закате дня. А мне бы небо напопалом, А мне бы нежность тихо купам, И где бы не был, я знаю давно, Что в сердце лишь одно, Что в сердце лишь одно нам на двоих дано. А мне бы небо напопалом, А мне бы нежность тихо купам, И где бы не был, я знаю давно, Что в сердце лишь одно нам на двоих дано. А вирус, занесенный в голову, Ты была не сон, ты наяву, Ведь, и мы спасенный вновь плыву, Оберегай мы тобой. Даже если ты лишь мания, Игры моего сознания, На двоих одно дыхание Оставила нам любовь. А мне бы нежность тихо купам, А мне бы небо напопалом, А мне бы нежность тихо купам, И где бы не был, я знаю давно, Что в сердце лишь одно нам на двоих дано. Если ваше сердце жаждет добрых дел, Если думаете, как же вот все это в жизни воплотить, Дорогие друзья, узнаете, что же такое добрый миллионер. И если еще знаете, что можете за это получить такое вознаграждение, В общем-то, достаточно ощутимое, Тогда нужно принимать участие в этой самой акции, В этой самой задумке, в этой идее под названием Добрый миллионер Станислав Ермилов у нас сегодня в гостях. Стас родился в Уфе, короткая справка, Учился в школе, многократно отчисляли его оттуда. Ну не совсем. Может быть, один раз только, Саша, Сколько можно из школы отчислить, я не знаю. Ну так, есть информация в интернете, Что тебя не взяли в 10 класс. Не хотели брать, да. Почему? Не то, что отчисляли, прямо уж все с меня. После этого два института. Ну ты прогуливал, наверное, в чем проблема была? Ну, наверное, за поведение, да, как бы и такое было. Ты не производишь впечатление, шалопая, Стас. А можно ли сказать, что таким образом тебя подстегнули И стимулировали преподаватели к тому, Чтобы показать всем, что ты не просто неплохой, Ты самый лучший человек? Ну, наверное, не то, что подстегнули, А это и являлось очень хорошим мотиватором, Что почему меня в школу не берут, да, Как бы мне нужно самому себе доказать и им, То, что на самом-то деле я все могу. И это было очень даже хорошей мотивацией. После этого был колледж, после школы. Да. И два института, в которых ты обучался параллельно. Все верно. Как же это умудрялся ты? Психолог, да, и финансовый кредит. И кредит. Вот так вот. Ну, так получилось то, что после колледжа Нужно было идти в институт. Выбирал какой. Нужно было, ты сам уже хотел, да? Да, да. И там была такая ситуация, что, Когда учишься на заочном отделении, Забирали в армию. Так. Да, и вот этот институт, где финансы и кредит, Там было отделение такое, Очно-заочное называлось. И мне нужно было параллельно пойти в другой институт, Чтобы меня не забрали в армию. Пришлось учиться в двух. Вот так вот. Как гласит опять-таки информация в интернете, Райан начал работать очень. И первый миллион заработал, Даже еще не было 18 лет тебе. Все верно. Пришлось очень рано работать, Для того, чтобы просто содержать себя, Семью и родителей. И вот уже к 27 годам все прекрасно, Чудесно и замечательно. Несколько компаний, да, что же. Ну, все хорошо очень в бизнесе, надо сказать. И тут такая идея. И, конечно, Стас, надо признаться, Что многие подумывают и предполагают, Этот чувак пиарится. Что ты отвечаешь вот подобным людям? Конечно, этот чувак пиарится, Но с хорошей целью. Я отвечаю так. С хорошей, доброй миссией. Вот это все происходит. Ну, смотрите. Я думаю, что, во-первых, уже очевидно, Что вот акция «Добрый миллионер» Это позитивная акция, Которую необходимо поддерживать, Если у вас доброе сердце. С другой стороны, мы же понимаем, Что она куда-то потом должна прийти. Да, к чему-то. Что будет дальше, Стас? Цель какая у нас. Есть определенные цели, Которые я преследую. Есть задача сделать Такую тусовку миллионеров. Сообщества, так сказать. Сообщества, да. Которым не все равно За будущее нашей нации, нашей страны. Которым не все равно, Что мало добра сейчас. Такая тенденция к Каждый сам за себя. Ну, что-то все, в общем, не про деньги. Точнее, наоборот, про деньги, а не про добро. И хочу, и уже создаю, Уже подтягиваются люди. Мои партнеры, и друзья, и знакомые, И те, которых я не знал, Когда-то серьезные спешные люди. Сами обращаются к тебе, да? Конечно, обращаются. И давай что-то сделаем. Давай совместно. Я тоже хочу, мы тоже хотим. А что будут делать мы... Я бы только хотелось Маленький-маленький вопрос задать. Стас, а ты не думаешь, Что эти самые миллионеры, Потом твои друзья, А что сделают? Потом появятся проекты Щедрый миллионер, Самый добрый и порядочный миллионер. Лучше, чем просто добрый, Самый прекрасный миллионер. Добрый миллионер три. Слушайте, ну, во-первых, Торговый знак уже, Добрый миллионер, Ты его как-то запатентовал? Нет, пока мы не ставим. Нет, вот, подумай об этом, Пока мы сейчас послушаем Следующее музыкальное произведение И вернемся. Станислав Ермилов Сегодня в гостях у страны FM. Добрый миллионер, Добрый миллионер, Добрый миллионер, Добрый миллионер, Что, ну, ты знаешь обо мне Каждый день, как на войне На моей душе броня Ну, давай, стреляй в меня Новый день и мне опять Умирать и воскресать Ненавидеть и любить Но тебя мне не забыть И когда я прохожу Моя аэропорт от сквозь рамы На экранах скрипны Мои душевные раны Если начал лечить Загляни в мою карту Каждый твой поцелуй Равен микроимпорту И когда я прохожу Моя аэропорт от сквозь рамы На экранах скрипны Мои душевные раны Если начал лечить Загляни в мою карту Каждый твой поцелуй Равен микроимпорту Ничего не говори Это как огонь внутри Это как винящий маг Но может у тебя не так Это как кричать постой С головой совсем пустой Это как хороший джаз Это музыка для нас И когда я прохожу Моя аэропорт от сквозь рамы На экранах скрипны Мои душевные раны Если начал лечить Загляни в мою карту Каждый твой поцелуй Равен микроимпорту И когда я прохожу Моя аэропорт от сквозь рамы На экранах скрипны Мои душевные раны Если начал лечить Загляни в мою карту Каждый твой поцелуй Равен с Никаем по духу И когда я прохожу на аэропорту сквозь рамы На экранах пятны мои душевные раны Если начал лечить, загляни в мою карту Каждый твой поцелуй равен микроэнфорно И когда я прохожу на аэропорту сквозь рамы На экранах пятны мои душевные раны Если начал лечить, загляни в мою карту Каждый твой поцелуй равен микроэнфорно Друзья, Станислав Ермилов сегодня в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ» Тот самый добрый миллионер Уверен, что многие из вас принимают участие в акции И какие-то добрые дела, может быть, хотели бы сделать или хотели бы предложить Ведь предлагают, люди пишут, говорят, давайте вот сделаем это или то Что предлагали и что пока ты не одобрил? Пока все предложения мы сделали опрос в Инстаграм И поняли, что важно людям Как показало, это пожилые люди Дети И животные Три таких острых больных, можно сказать, темы, которые интересуются общество И вот мы стараемся везде около этих трех тем Делать и конкурсы, и обращать на это внимание И делать так, чтобы эти больные проблемы поднимались, обострялись, так скажем, в хорошем смысле Чтобы их видели и решали Вот за четыре месяца, Ромя, извини, пожалуйста, существование проекта, Стас, для тебя, для самого Ну какое самое такое запоминающееся было задание, может быть, то, которое тебе действительно понравилось самому? Ну, наверное, все-таки про детей Это когда я предложил задание, где нужно съездить в детский дом Тех, у кого есть возможность Чем-то помочь, да? Вот как раз секунду, да У кого есть возможность провести какие-то игрушки, может быть, материальные какие-то вещи и так далее У кого нету, не обязательно просто так, уделить внимание, время, поиграть с детьми, там, сходить на площадку В то время был там Новый год, ну, точнее, зима Сходить на улицу, поиграть в хоккей, футбол, там, ну, все, что угодно Самое главное, уделить свое время детям Это очень тронуло, и резонанс такой хороший был Мне понравилось, всем понравилось Вообще, да, мне кажется, может быть, кто-то действительно потом дальше пойдет Может быть, кто-то присмотрит себе Да, скажи, пожалуйста, какие-нибудь госслужащие, может быть, администрации районов Как-то с тобой пытаются выйти на контакт и совместно что-то делать Вот, может быть, вот такое добро от... Станислав, вы знаете, в нашем районе нехватка дворников, у нас очень грязно Ну, почему, может быть, Станислав и какой-то глава управы что-то вместе делают такое? Нет, пока нет? Есть такие предложения, но больше они рассматривают, как бы, вот эти, так скажем, политики Хотят привлечь, давай к нам, под наши гиды, как бы, все дела Ну, видишь, что проект развивается, человек развивается, как бы, есть определенная аудитория Конечно, это всем интересно Пока я рассматриваю, предложения собираю, структурируем, думаем Вот смотри, ты же еще эксперт комитета Госдумы, что входит в твои обязанности там? Это определенная площадка для законотворчества, то есть собрали людей с разных направлений, так скажем Я как представитель предпринимательства малого и среднего бизнеса И мы обсуждаем законопроекты, вносим какие-то предложения Какое предложение вы внесли в последний раз, Станислав? Вот сейчас в работе там у нас по, было по застройке В Москве застройка, да, имеешь в виду? Нет, по законодательству, связанное с выделением земли Не доделано, то есть сейчас в процессе это все Молодежи много в этой комиссии? В основном нет, конечно, в основном пока, к сожалению, я там самый молодой Я думаю, что цель еще Станислава и собрать тусовку молодых экспертов впоследствии, в общем Вокруг себя организовать, да, такую серьезную молодежь У нас сейчас музыкальная тусовка, друзья, давайте послушаем, посмотрим песню в исполнении Ромы Штайна И продолжим общение с Станиславом Обычный день и все вроде спокойно Ничего не предвещало мне таких перемен Но будто падаешь с неба звездою на город Улыбкой ослепляя беспрещадно соберешь меня в плен И мне не скрыться от тебя, мне от тебя не уйти Все так искрится и сияет, расцветая внутри Снаружи город бельгает в черно-белых тонах А у меня с тобой беда одна Мне очень горячо, нужно много воды На меня больше никто не смотрит так же, как ты Обрываю провода, нет доступа оппонент Мы на разных полюсах, скорее иди ко мне Со мной впервые случилось такое Внутри перевернулся за секунду мой мир Ты смотришь на меня и я лишаюсь покоя Теряю все слова, когда с тобой мы остаемся одни Прямо напротив, мне так хочется сказать тебе все Ты тоже хочешь, точно знаю Так чего же мы ждем еще чуть ближе Себя уже не в силах сдержать Когда ты рядом, я хочу кричать Мне очень горячо, нужно много воды На меня больше никто не смотрит так же, как ты Обрываю провода, нет доступа оппонент Мы на разных полюсах, скорее иди ко мне И снова все вокруг меня исчезает И в тишине я повторяю слова Как хорошо на свете все же бывает Так сильно кружится моя голова Мне очень хорошо, нужно больше тебя Я не знаю с кем еще, было столько тепла Пропадаю ото всех, дай мне еще огня Если это только сон, тогда я в нем навсегда Мне очень горячо, нужно много воды На меня больше никто не смотрит так же, как ты Обрываю провода, нет доступа оппонент Мы на разных полюсах, скорее иди ко мне Слушай, смотри Страна ФМ Друзья, сегодня у нас в гостях Станислав Ермилов Добрый миллионер, который делает добрые дела И мы, собственно, призываем вас к тому же Делайте И объединяет миллионы людей, не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами И призывает к хорошим, добрым поступкам, красивым и милым Ну и небольшие вознаграждения за это, в общем-то, практически гарантирует Но самое главное, Саша, мне кажется, приступы прекрасны души У человека, который делает что-то хорошее Да, Стас успешный бизнесмен и, между прочим, помимо проекта Добрый миллионер Еще и занимается тем, что периодически бизнес-тренинги проводят Семинары можно это назвать, да Семинары, все-таки лучше так Где-то в вузах, где еще Ну, кто приглашает, туда идешь с удовольствием Есть бизнес-сообщества, которые приглашают Рассказать определенные какие-то тематики, которые не близки Ну, в основном-то, наверное, одна тематика Стас, как стать миллионером? Есть еще там под темы, так скажем, а как правильно привлекать много клиентов Или как сделать так, чтобы клиенты были довольны с вашими услугами Или как заработать миллион, два, три, пять и так далее Пошагово Я делюсь своими там навыками, которые наработал за определенное время Хотя бы скажи, с чего начать? Начать действовать, вот я всегда так говорю Все говорят, да, да Как начать, что сделать Ну, начни что-то делать в этом направлении И дорога тебе, путь сам, он определится, я так считаю Ну, я так делал Ну, а какие-то знания или, может быть, какие-то книги помогают при этом? Что взять с собой в этот путь, да Можно начать с Теодора Драйзера «Финансист» Вот так Хорошо Записал? Это очень сильная книга Эту книгу даже я знаю, Саша Да? Ну, ты знаешь, а читал? Нет, не читал Я знаю, что она существует Что-нибудь еще порекомендую, может быть, из каких-то отечественных авторов Кто-то написал что-то такое большое, очень значимое Очень много, на самом деле, литературы, которую можно рекомендовать или не рекомендовать Но каждому, как говорится, свое, да И все, что бы я ни сказал, это не факт, что кому-то подойдет, а кому-то нет Которую книгу я озвучил, это классика, как вы сказали, да Которую нужно знать, прочитать, не только чтобы она лежала на полке Дается определенное, более расширенное понимание бизнеса Как вести дела, да, и как зарабатывать большие деньги А потом конкретно каждый уже выберет под себя какие-то литературы, тренинги, курсы или образование Кажется мне, что появится, ну, если не очень быстро, то в достаточно ближайшем времени книга Станислава Гермилова А мы спросим, он же здесь, Саш Итак, я подумаю, да, нужно задуматься Ну, конечно, во-первых, есть знания колоссальные, во-вторых, есть уже опыт, которым непременно нужно делиться Ну, у всех есть возможность попасть к вам на тренинги Станислава Ну, или, Стас, бизнес-школу надо открывать тогда Мы сидим тут, идеи просто сыпем Это просто заразительно, понимаешь? А тут не додумается Ну, может быть Вот, как, например, как ты считаешь, какие сейчас направления бизнеса Вот если молодежь, ну, например, люди 15-18 лет нас смотрят и думают Вот куда пойти-то, что у нас сейчас такое передовое, роботы, космос Ты бы сейчас, если бы начинал бы, куда пошел бы? Какое направление? Как правило, у молодежи, вот особенно 15 лет, нет возможности взять и открыть какой-то завод Правильно? Ну, логично, да? Вход в бизнес Ну, хотя бы куда копать? Извините, две секунды еще, две копеечки вставлю Их единственное желание это снять какой-нибудь крутой видос, выложить на YouTube и там зарабатывать кучу денег Это иллюзия больше, чем, наверное, все-таки, по факту это получается у единиц Так же, как и создать программы, там, какие-то Uber или там Facebook, да, там, три человека в мире это сделают Да, у нас тут очень много людей Поэтому я предлагаю начать с какой-то перепродажи чего-то, где не требует большого вхождения в порога, да, чтобы не было там миллион долларов, не нужно было вложить Это можно сделать практически без денег, лишь договориться найти клиента и поставщика На это не нужно много ресурсов Ну, и везение и удача здесь тоже очень важны Самое главное, я бы сказал, это все-таки везение и удача, конечно Ну, и все-таки это усилие, наверное, да, это терпение, настойчивость Это базовое, ноль, так скажем, да, то, что сначала нужно что-то начать делать, потом нужно терпеть и настаивать на этом Ну, и везение и удача, наверное, как-то Нам еще нужно слушать и смотреть иногда, Стас Поэтому сейчас у нас Тамерлана и Алена, наши города Вернемся обязательно в студию, телерадиоканал «Страна.ФМ» У нас сегодня в гостях добрый миллионер Станислав Ермилов Будни съедают нас с тобой работать Так хочу уехать к морю беззаботно Ты со мной, закрой глаза и мы взлетаем Да, да, взлетаем Ты моя Барселона, я твой Месси Мне плевать, что о нас напишут завтра в прессе Абоненты стали недоступными Ставим нас уроки, играем по-крупному Ты моя вторая половина Ты моя золотая середина Раздали карты, у нас два фуллхауса Всем привет, яу, от Микки Мауса Как будто в небе светит наша звезда Разброет мир объятия, скажет мне «Да» На целом белом свете мы покорим Лучшие города, да, наши города, да, да Я весь в тебе, я весь без остатка Мы с тобой не из робкого десятка Любые страны, любые континенты Нам руки жмут президенты Это то, что нас с тобой сближает Ранним утром меня вдохновляет Это то, что у меня внутри Смотри, смотри Как будто в небе светит наша звезда Раскроет мир объятия, скажет мне «Да» На целом белом свете мы покорим Лучшие города, да, наши города, да, да Вы слушаете и смотрите телерадиоканал «Страна ФМ» В каких бы городах, в каких бы странах вы не были сейчас Знаете, что Россия, друзья, страна возможностей Об этом мы не только об этом говорим сегодня С нашим гостем Станислав Ермилов У телерадиоканала «Страна ФМ» гостях сегодня Друзья, в каком бы городе вы ни находились Ни смотрели, ни слушали нас Берите свой телефон, берите фотоаппарат И бегом на улицу снимайте весну Во всех его проявлениях Заходите на страничку официальную в Инстаграм К Стасу, подписывайтесь, читайте подробности все И есть возможность получить вознаграждение За доброе, хорошее, милое весеннее В данном случае дело Не забывайте хэштег «Добрый миллионер» Это тоже очень важно Стас, огромное количество времени ты тратишь на спорт Если верить, опять-таки, твоим интервью Там информацию в интернете Все верно, я занимаюсь сейчас и спортом И плавание, и самбо, и теннис Что еще? Гольф еще не назвали Тайский бокс можно еще назвать Тайский бокс еще можно назвать Ну, естественно, наш любимый вопрос А когда ты это делаешь? У тебя бизнес, у тебя проект «Добрый миллионер» Шесть утра Надо продумывать задания добрые А когда? Для спорта? Ну, во-первых, в сутках 24 часа Можешь с этого начать И самое главное распланировать все дела Чтобы бизнес Есть ответственные люди, которые управляют бизнесом И которые мне помогают, целая команда И они занимаются делами Я их направляю, координирую Сам занимаюсь спортом и живу Как ты выбираешь? Вот сегодня я занимаюсь боксом тайским Завтра я поиграю в гольф Послезавтра в теннис Как-то так строится? По желанию у тебя Или есть определенное расписание, график? Да, нет, конечно, такого, что сегодня одно, завтра другое Например, тайским боксом я занимался в Таиланд Когда улетал там, ну, условно говоря, как сборы Да, там два раза в день тренировки В течение месяца были Есть какие-то виды спорта Типа тенниса или гольфа Которые можно ради отдыха устроить себе там Несколько раз в месяц Или один раз в месяц Или раз в неделю А остальные Это плавание и борьба Как бы по расписанию Два-три раза в неделю Если вот с остальными видами спорта Все как-то более-менее нам понятно и знакомо То гольф для многих в нашей стране Не совсем понятная игра А можешь ли ты что-то, так сказать, каратенечко Но чтобы все побежали Ну, завтра Записываться в гольф-клуб, да Это, наверное, к тому же вопросу Как начать бизнес, да Нужно просто начать что-то делать в этом направлении И также можно записаться в гольф-клуб Нанять тренера, мастера Который покажет все нюансы и азы этой игры И через год ты уже Тайгер Вудс Тебе лично Чем привлекает этот вид? Ну, наверное, больше общение с людьми Потому что я туда езжу не один Мы общаемся, решаем какие-то вопросы Компания решает весь вопрос Он же не очень энергозатратен, как говорят Но, с другой стороны, там много ходить Много разговаривать Можно ездить в специальных машинках А где ты любишь ездить, отдыхать Вот по миру И в ближайшее время, мы знаем, ты отправляешься на отдых Чемодан выбрал, кстати, чемодан Чемодан выбрал Выбрал Мы лайкаем все-то, да Все залайкаем Я пока планирую, на самом деле, куда отдыхать Но я стараюсь это делать в разные страны То есть, чтобы был предыдущий отдых, отличался от последующего Не повторяться И что-то для себя новое открывать и познавать Да, конечно, расстрелять свое мировоззрение Как добрые миллионеры отмечают Первомай? С метлой в руке Вот Уборка территории была Прекрасно Пример во всем Мы, дорогие друзья, сейчас от сухопутных дел переходим к подводному погружению Немного дайвинга в эфире телерадиоканала «Страна ФМ» Я надеюсь, что вы останетесь в нашей компании, потому что много добрых новостей еще узнаете Я просыпаюсь в холодном поту Я просыпаюсь в кошмарном бреду Как будто дом наш залило водой И чтоб живых остались только мы с тобой И что над нами километры воды И что над нами бьют хвостами киты И кислорода не хватит на двоих Я лежу в темноте Слушая наше дыхание Я слушаю наше дыхание Я раньше и не думал, что у нас На двоих с тобой одно лишь дыхание Дыхание Я пытаюсь разучиться дышать Чтоб тебе хоть на минуту отдать того газа Что не умели ценить, но ты спишь и не знаешь Что над нами километры воды И что над нами бьют хвостами киты И кислорода не хватит на двоих Я лежу в темноте Слушая наше дыхание Я слушаю наше дыхание Я раньше и не думал, что у нас На двоих с тобой одно лишь дыхание Слушая наше дыхание Я слушаю наше дыхание Я раньше и не думал, что у нас На двоих с тобой одно лишь дыхание Но слушая наше дыхание Я слушаю наше дыхание Я раньше и не думал, что у нас На двоих с тобой одно лишь дыхание Но слушая наше дыхание Я слушаю наше дыхание Я раньше и не думал, что у нас На двоих с тобой одно лишь дыхание Это дыхание В свои силы, если верите В добро, которое побеждает Принимайте участие Что мне бы хотелось сказать, чтобы Стас От себя как-то молодых Бизнесменов взбодрил Которые, может быть, только будущие бизнесмены Ну, правда, Россия страна возможностей Все верно, я тоже так считаю В этом плане немножко поговорим Куда нам идти сейчас? Что развивать? Как развивать? Расскажи Мне кажется, сейчас определенный благоприятный период Для развития и Укрепления бизнеса Можно сравнить Попытаться это с 90-ми годами По возможностям По возможностям, да Только сейчас это все намного безопаснее Цивилизованнее Более цивилизованнее И меньше рисков, так скажем Сейчас эра интернета Где, если раньше нужно было Непонятно, как рекламировать свой товар И все решалось только Знакомство Выходы на какие-то заводы Пароходы и так далее То сейчас все решает Правильный сайт Целевая аудитория Кринский поток А сайты нужны еще, скажи, пожалуйста? Они уже вроде так Ну, сейчас уже на самом деле Приложения нужны Сайт это было там 5-10 лет назад Но еще не все даже На самом деле это Инерции определенные Не имея особо ничего Или какой-то маленький стартовый капитал Или отсутствие его Можно сделать хорошие деньги Я сам так сделал И в это верю И всем своим друзьям рекомендую Так скажем Тебе какой-то человек Когда-нибудь говорил Стас, это возможно То есть он как бы Разрешил тебе чисто психологически На самом деле Мне говорили обратное Это невозможно Это невозможно Таких людей больше Сиди, не выпендривайся Как бы ничего не делай И все равно ничего не получится То есть ты ни с какой-нибудь Олигархической семьи Это К сожалению или к счастью Нет Я наоборот им говорил Нет, это возможно И сейчас я всем говорю Да, это возможно Посмотрите на меня Мы успешно работаем Развиваемся Мы желаем тебе Сколько человек Я хочу еще узнать, Ром У тебя в подчинении На сегодняшний день В подчинении Не более 7 5-7 А в компании Ну, в холдинге Наверное Около 200 Ну, в общем так Прилично Достаточно Стас, спасибо тебе огромное За то, что ты сегодня К нам пришел Спасибо тебе большое За то, что ты затеял Такое хорошее Доброе дело Под названием Проект Добрый миллионер Если благодаря тебе Действительно Станет еще больше Добрых дел Еще больше Хорошего Светлого Прекрасного В этом мире Ну, просто Респект тебе огромный Ну, и если у вас Есть какие-то задумки В плане добрых дел Можно прислать Стасу В инстаграм Например Если у вас нет Дороги В вашем городе Вы можете сказать Что вот так и так Сейчас давайте соберемся Сделаем дорогу Кстати Уже известно Следующее задание Можно по секрету сообщим Пока начнут готовиться Думать, репетировать Нет, мы поэтому Это обозначаем Только в понедельник Только в понедельник В воскресенье Подведение итогов А в понедельник Вы найдете новое задание Ну что, Рома Подписываемся Мы подписываемся Дорогие друзья Если вы увидите В наших инстаграмах Что-то хорошее Что-то доброе Мы, по крайней мере С Сашей не только Разговариваем здесь В эфире Но и стараемся Для себя Для других людей Прежде всего Делать какие-то Позитивные дела А после общения Со Стасом Невероятно приятно Надо сказать Мне кажется Достойнейший гражданин Вообще нашей страны Потому что молодой Успешный И умный Целеустремленный И пример для многих И многих для подражания Спасибо тебе огромное Станислав Ермилов Добрый миллионер В гостях у телерадиоканала Страна ФМ Спасибо, что пришел До новых встреч И до скорого